всем привет сегодня мы берем интервью сергея оленина известного московского игрока привет ну и первый вопрос где-то познакомился с нардами как вообще-то начал играть наверное да познакомился в первую я я в армии но понятно что с длинными потом когда пришел с армии у нас у нас там играли играли то же самое длины на вот мы в обедом там ней домино или что-то играли а в марта 1 и потом там уже как бы 90 были такие немножко я да не очень хорошие там мы играть я уже и в короткие потом мне казалось что в принципе я играю наверно хорошо но это только да это была видимость вот а потом уже играл понятно что но как и ты играть по-моему одна команда даже белой метки на гамблере то-то гамблером свое время много-много дал чего но с длинными нардами ты впоследствии завязал то есть у тебя не сложили пор не понимаю до конца потому что ну скажем так в короткие якобы понимаю где я могу за счет чего я могу быть я вижу что какие ошибки делает там мой оппонент длинный ну я вот такая не знаю менее такая мы динамичная может быть длинный нард и так далее не мои ну а длинный нарды с кубом где можно все-таки получить перевес нету куб конечно конечно он он да важнейший элемент игры и конечно он уносит такую на интересную теску без кубач в кераме это легко да серёга чем ты зарабатываешь себе на жизнь расскажи для наших зрителей и какой-нибудь самый курьезный случай своей профессии если есть поделись ой но я с конца девяностых но моя там где-то не собрать девяносто седьмого года я риэлторствую вот сначала когда ну понятно я у меня специально сочи по диплом это саньки с чиповой автоматической линии кстати как и у рубен аркадьевич он продолжает да и поэксенс работать потом в академе наук но меня 90 подкосили как бы пришлось искать что-то другое знакомые знакомые удивлялись удивлялись как я могу уравнив потому что полея интроверт сначала напрягался ну а потом как пошло-пошло вот потом стал и руководитель группы и так далее ну потом потихоньку наоборот ушел ушел в п работаю за наверное 4 или 7 4 года я работаю на себя а сильно ли подкосила пандемия вот в плане дохода ну да конечно конечно там во первых прекратил все регистрации сделки не работали там и не буты и не мфц и какие документы не за удаленные сделки можно было проводить понятно что это сильно подкосило но по моему еще более сильно подкосило скажем так спецоперации сейчас сейчас феврале феврале да ну вот у меня например было понятно массив небольшой ну скажем так у меня было по моему один из объектов на продажу к 24 феврале через неделю осталось два остальные просто сняли квартиру понятно ну да и потом понятно что банк поднял ставку рефинансирования и покупатели отвалились тоже вот сейчас как-то в таком в коме находится то есть ничего не поменялось за вот эти четыре месяца в лучшую сторону нет нет понятно ипотечные ставки вниз пошли но еще все таки они не сдвинули рынок не сдвинули люди как бы опасаются и кто хочет продавать он предпочитает лучше отсидеться с квартирами на деньгах да повторю вопрос был ли какой-то курьезный случай у тебя в профессии может быть или или все довольно таки рутинно нет нет там был понимаешь ли мне работу по идее интересно и там каждая сделка она как бы отличается и там можно вспоминать ну не знаю вот можно бабайки вот эти рассказывать не знаю например был у меня один клиент я продавал сдавал на шеремельская террическая квартиру хозяин был клиентом он гордился он гордился он был председателем жск на малогрузинский в доме высоцкого и он гордился говорил да ты знаешь что не не дал квартиру марине 2 тогда собственно не было таковой а решал совет оператива это я они посчитали правильно что квартиру будут лежать сын высоцкого они вот и да ну и он был владельца владельца двух банков один был в екатеринбурге другой где-то ну филиал там и в общем я значит да это это я ему покупал а продавал там человек из екатеринбурга он мне вынесу он звонил мне в 7 утра сергей а я еще работал на фирме твоей группы сергей а где вы сейчас почему мне никто не открывает как ну компания начинает работать девяти часов а вы 7 часов пришли вот а можно поговорить с вами как бы можно по телефону вы да действительно вы правы по телефону телефон бля на через день опять такой звонок он стоит там на добрынинских 7 часов у компании вот и дочка такая же была сделка я еще думал что ну не был там 40 по возрасту . подходит буду полегче провести сделка там все по нисходящее в общем но я и плохой специалист и так далее ничего не умею вот он был другой банк выбирать я же ему говорил вот вот такой то у нас в екатеринбурге как раз филиал чтобы с комиссией против между банками вот и она апеллирует вот покупают который председатель хрис к грузинской ну я же права он конечно вы правы такого банка нет почему вот такой такой то банк вы понимаете я совет директоров этого банка вашем корни нет филиал правда ли что риэлтором часто приходится обманывать своих клиентов для того чтобы заработать нет но это это нет ни заработок нужно работали но вот когда я там подрос учил там начинающих я и и меня так учили принципе но и я сам но я это реально это я понимал если ты будешь делать работу как для себя то мы просто материальной точки зрения клиенты последующие по рекомендации придут к тебе человек чувствует когда его обманут и потом я понимаю там крупные компании могут брать рекламу средней компании там где там 20 ну там 30 человек нужно брать за счет рекомендации за счет как ты сработаешь и но мало то есть тебе даже клиент все равно хотя бы сделай вид но мне не все равно я работа как для себя но это правильно и важно серёга ты считаешь себя открытым человеком или у тебя много скелетов шкафу закрыт наверно закрыт да смеши такой вопрос вот они открою что ты не откроешь я понял такой вопрос ты не употребляешь алкоголь и вот от слова совсем данный момент совсем сколько лет уже и почему так с 25 лет помогли с 20 ну там немножко готова но мне был 20 год когда у меня умерла мама и у меня уже дочь была вот и скажем так я полтора года я выкинула жизнь более же нам было заливать как наверх вот и дочь сказала что со мной становится неинтересно и как элементарная как бы крест поставил или почитал что вообще не стоит ничего ну и так получается уже приличное количество времени ты так и вода есть посчитать туда 30 34 достойно уважения до 8 лет назад я курить бросал это был нам сложнее курить бросил ты связи с чем ну как как тоже потому что но за 50 можно было бросать как сказал один знакомый но это еще надо раньше надо если хочешь остаться с мужчиной бросай там лет 45 потому что но все-таки и работа на лагах и так далее там и тяжелые ноги дышь по-другому все равно курение уже как бы влияет ну вот и с помощью там чемпекс так далее не реклама это какие-то таблетки курс 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 таблет да я кардио как раз ходил там проверял сердце с нагрузкой он совет пропить потому что я хотел как я же считался волевым человек надо хотел бросить курить но но что-то никак не получался с петельси думал бросил бросил 52 но главное бросил главное что справа да да нет понятно что лишний вес у меня 76 сейчас у меня пардон 90 но плюс все равно больше ну конечно конечно согласен а где ты любишь отдыхать и почему скажем так я в сентябре сентябре люблю отдыхать вот это как продолжение лета ну и там свои тараканы там и скажем уже и не такой жары нет и дети уже в школу пошли так что как там спокойно я люблю надряд в черногория сколько 11 12 лет куда каждый сентябрь езжу но в этом году увы увы сейчас такие цены что да 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 по сравнению с двадцатым годом цены на билет изменились ровно в четыре раза в четыре чего сильно да это получается билета дороже чем сам отдых ну да согласен не очень сергей смотри у тебя много довольно таки татуировок насколько я знаю сколько у тебя их и что они означают 90 там были сложно такое время но это там и получается татуировки у меня на плече ну по идее одна татуировка и история умалчивает да это все ошибки если бы у тебя была возможность вернуться в прошлое то что бы ты изменил в своей жизни ну не знаю не знаю может быть больше уделял во времени семье детям так вот как не знаю давно это сложно вопрос такой на каждый момент ну тогда это мол ты сейчас уже такая зрелость наступает жизнь у нас равно такая полосатая ты идешь надеюсь в правильном направлении сколько у тебя детей и общаешься ли ты с ними близких отношениях находишься или они живут своей жизнью двое двое детей они уже такие у меня эти застарелые в общем и дочери и сыну у меня скажем так четвертый десяток и вот и понятно что да я общаюсь с сыном с дочерью как каждому жил то не отдельно своих квартир но раз в неделю они приезжают вот сегодня как раз по понедельник они приезжают но это важно ночевкой что конверта сохранен а во сколько лет ты стал отцом получается в двадцать ну вот я на год позже слушая за какой поступок молодости тебе сейчас стыдно ой ну это да это не на камеру я тебе потом как-то расскажу есть такой в армии ну я вроде как в кавычки считаю себя православным я в этом каялся каялся вот при досмотре у подчиненного я нашел крестик и как комсомолец я как бы отреагировал совсем неправильно вот ну понятно а еще вернемся к теме детей слушая тебя уже наградили статусом деда или еще еще нет а да я до статуса сергея очень никогда не дорасту потому что дочь совсем не торопится замуж выходить сын два раза женат был детей нет сейчас разводе он не знаю когда там будет в такой вот в обозримом не вижу пока хотя я готов хотя хочется даже не со мной и со мной сидел дед со мной вот ну тогда не было не бабушки сидели а именно дед который пардон прошел во время войны и три плена и так далее ну всему свое время я думаю все будет еще а сколько лет ты в браке со своей женой и счастлив ли ты в семейной жизни до теперь да ну скажем так сколько я браке 37 лет ну то есть жена одна одна жена два раза женился я на одной и той же женщине разводился из жилищного из-за жилищного вопроса нужно было увеличить площади вот и женился я после развода через два года по второму разу то есть это эффективный развод получается ну да 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 и в тот же день у меня в день космонавтики первый раз я женился и тоже в день космонавтики символично сергей а что тебя больше всего раздражает в людях глупость снобизм ну и непорядочных передач тоже конечно а что ты больше всего ценишь в людях какое качество но я не знаю но наверно честность порядочность умение любить ты любишь ты не можешь плохого ничего сделать в широком смысле ну давай вернемся немножко к теме на такой вопрос почему ты не участвуешь в турнирах федерации спортивных над россии произошел там по моему в питере когда там на чемпионатах проходил в мир 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 то футбол в питере некий конфликт с федерации и ну я скажем так я не понял альдара просто может быть может он и правда но я считаю что его поступки были неверны и как бы мы с ним были в очень хороших отношениях я помогал чем мог федерации он мне помогал очень то же самое в каких-то момент и моему сыну вот ну вот как я считаю что он просто переступил через всех и продолжать идти куда-то своей здоровой как ты считаешь возможно ли какое-либо примирение спустя годы или это никому не нужно и все произошло как и было ну примирение 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 возможно всегда почему нет что для этого должно случиться и произойти я не знаю но я почему-то на камеру я не хочу копаться скажем например я и черков и ирохин почему-то стали не рукопожадными ну ради бога вот какие должны изменения но может и в нас я не знаю но сейчас как бы отходит от этого мне легче ездить и лучше комфортнее комфортный когда турниры проводят наши друзья например ты там агомир ездили мы совсем недавно был отличный турнир в Чебракуле в Челябинске проводили очень идеально провели хороший был турнир да 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 нет я понимаю какое-то развитие будет проходить вот поедем сходе наверно Горенёва Лена Громенкова там проведет надеюсь хорошо так что я понятно что хотелось бы большего развития но вот что есть то есть турниры понятно что там и на Киепле были и так далее но сейчас ждем ждем когда спецоперация закончится но нарды сейчас признали видом спорта и федерация активно взялась за проведение организацию большого количества разнообразных турниров со спонсорскими добавками нет ли у тебя желания посетить один из таких турниров ну пока у меня совершенно но это как бы назад в будущее или в прошлое куда там это такое что сейчас хотят сделать это было это на гамблере были такие слеты и так далее там и грубо говоря и по шахматам и по шашкам и покер билоты все все вместе и скажем так ну все вот это вот все вместе это как бы ну не знаю но это конкретно ты приводишь пример сентябрьского турнира да 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 но еще и другие турниры где просто только нарды например там чемпионат России какой-то анонсирован в следующем году в Ростове-на-Дону нет ли желания посетить Ростов тем более насколько мне известно у тебя там живет так нет я был был в Ростове мало того с Эльдаром я там был в турнире проводили мало того там я занял первое место в Ростове в каком-то я не помню когда было восьмом и там проводила ну что там армяне проводили турнир вот и там на их сайте было написано победил ростовский спортсмен Олег Сергей я стал да 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 я стал как раз Саша Солодухин и Костя Бортаж они там заняли второе и третье место мы там втроем сыграли ну сейчас я вот этот вопрос как-то и не заморачиваться и как-то мне весь поправлю как-то мне интересно даже вот на уровне такого турнира есть ну это ответ Серега назови пятерку сильнейших игроков страны пятерку сильнейших игроков страны в короткие даты само собой я понимаю я понимаю да мы мы да оговоримся мы говорим про короткие да про какие-то нас не обижали не будем говорить мы только с шайбой да ну лучшим наверное Агамир Геваркян Константин Бортаж считаем российским или не российским Саша Хайнбер я поставил бы на третье место но да Сергей Ерохин и пятый 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 не знаю там там ну наверное ну Микаэль Гварданян все таки вот ну а дальше там идет уже такая прям наверное десятка игроков куда входишь и ты наверное я я туда тоже себя но первая пятерка у меня вот такая наверное серёга приходилось ли тебе участвовать в договорных матчах в турнирах для своей выгоды с целью достижения более высокого результата в конкретном турнире или для достижения высокого результата в годовом чемпионате нет ну в годовом чемпионате нет однозначно а и вообще я сказал никогда не поверю нет ну смотри например есть определенные люди с которыми я готов не то что до договорняка я я готов не джевать и ты туда же входишь и ну по договоренности я просто или пропускаю или я не готов с ним играть ну в тех самых парниках мы играем но перед этим мы договаривались чтоб никому не было но я не считаю что это какой-то ну как сказать это какая-то нечестная игра и так далее который там ущемляет там трети лица вот это существует это нормально еще один вопрос про нарды перед командным чемпионатом мира в черногории который проходил было голосование за право сыграть за сборную россии и был определенный список претендентов кто туда поедет кто желает в этом голосовании принимал участие два молодых игроков и денис полочкин кого-то поставил в рейтинге выше и почему я я голосовал скажем так непредвзято вот я по-моему я полочкин поставил выше по моему я полочкин поставил выше на но это было я могу из того списка кто участвовал в голосовании я могу сказать что поставил на последний предпоследний последний их но ты его формировал исключительно по пир то есть перформанс рейтинг по программе я могу сказать опережаем тебя потому что голосование было такое потом все равно это это видно хоть она была закрытая кто как голосовал можно было понять например я и лёшку рау конь лёша и меня один да ну даже двое поставили на последние места с чем это было я понимал почему потому что я как-то ну ему не понравилось как я разговаривал с его папой это о чем вообще то есть голосование было с чьей-то стороны предвзято и совершенно предвзято конечно конечно вот именно с их стран а какое у тебя отношение к андрею полочкину что ты такого сказал не но мы выросли в одном месте у нас просто немножко разные взгляды на жизнь но когда мы с ним разговариваем ну не знаю может быть сын может быть казалось что я как бы мне не скажем так плохо относиться к нему нет ничего никаких поводов нормальный человек да ну его сайт вообще не знаю как часом свое время он был лучший и информативный самый так далее все книги только плюсы но я понимаю как игроку не был пардон ну ну как популяризатор сделал немада очень-очень конечно конечно и сайта очень сильно но сейчас насколько мне известно вроде сайт уже ну конкретно форум не функционирует сайт вроде есть и андрей полочкин открыл канал в яндекс и дзене я на него подписался и он туда частенько выкладывает какие-то или позиции или новости из мира нард так что кто желает можете подписаться и найти просто короткий нарды нет но вопрос короткий надо у меня в избранном это есть какие-то книги я к нему и да но все еще и канал в яндекс дзене поэтому желающие могут будем знать будем знать потом не подскажешь хорошо давай поговорим немножко политики считаешь ли ты себя патриотом своей страны наверно наверно может но не в такой степени я россиянин что еще а как ты как ты относишься к тому что на сайте бг героя с убрали российский флаг отрицательный связи например да разговаривал после 20 во первых ну скажем так мне может это правильно неправильно и у тебя у меня есть наши друзья с украины из украины как проект не знаю там ниже южный я я им писала вы мне просто был стыд просто меня даже как как мне потом вот на них турнирах и смотрите в глаза мне как-то вот это было вот но кто же время мне нам например когда я играл до ногами силенов с нашими ты тоже этих игроков знаешь но они сейчас штат и меня спрашивают как ты относишься к тому что что происходит ну я как будто всех что-то относиться все равно меня как говорится туда не возьмут есть что я только вопрос ну а вот насчет вот флагов я говорю ну вот я могу сказать что флаг я ни за что не сменил у меня нет ассоциации руководство страны и флаг россии это ну или россии это две разных вещи отождествлять ну пусть отождествлять кто хочет кто хочет пусть меня флаги на ты ты знаешь кого у нас там меня для чего я не понимаю но как ты относишься к таким людям кто поменял флаг с российского на украинский нет я к людям отношусь нормально как нему я отношусь хорошо но считаю что это не неверно я бы не стал поменять вот и все еще раз говорить я не отождествляю руководство и страну это две разных вещь это ответ это ответ серега еще один вопрос про политику давай спрошу как ты считаешь крым наш и какое-то отношение к присоединению к россии его не хочу понимаешь по идее до крым должен быть наш но это он должен был был наш быть при никите а так это это другой государств ну и то что сейчас происходит во многом ведь связанную именно с что деньги уходили не туда куда на а как он куда надо выходили а у нас не даст вот и все а какое у тебя отношение к алексея навальному и к его деятельности которую он осуществлял ты куда-то залез в политику провокационные вопросы я понял я понял ну как понятно что его деятельность было правильно но грубо говоря заменой действующей власти я его не не буду совершать скажем так у меня взгляды между двумя сергеями это у нас еще два сергей где-то посередине немножко разрешаются ты находишься в близких отношениях с одним из сергеев конкретно сергеем чертковым как ты считаешь какой его главный недостаток и какое его главное достоинство как человеке нет ну недостатка понятно что это достаточно сложный человек как говорится кто-то мне еще говорил если очень надо поднять понять и принять я его понимаю я так что и принимаю и я его просто люблю да нам же предлагали да не предлагали а расставить извините у нас вот нет общих кроватей только две раздельные о чем может быть даже речь вот ну во первых он интересный человек ну и скажем так он он все таки все таки на не знаю такой честный товарищ честный товарищ любит так правда матку порез и так далее в нем нет какой-то вот такой вот и не лиц и что ли это я я рад что он мой друг понятно что да поругаемся у меня с ним по кайф давай перейдем к блицу я задаю вопрос и ты коротко выбираешь один из двух вариантов так а если вариантов нет ну значит вариантов нет давай вариантов нет путин или навальный ближе к второму скажем так завязать с нардами или начать употреблять алкоголь кто сильнее играет в нарды агамир геваркян или константин барташ ну да да ну скажем так оффлайн я думал все таки при том что у кости там пиар может быть и пониже но я ставку сделаю на гомерк хотя один раз моя ставка не сыграла я в кости не поверил а он взял супер джекпоз на красной поляне а если онлайн то поставишь на константина соответственно ну ну я не знаю не знаю тут но может быть может быть по идее но я не знаю как травма равноцен я понимаю что ты но для тебя эти два игрока являются сильнейшими среди всех о да 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 это не обсуждается понятно что мы с тобой тоже наверно как-то что-то можем но на ступеньку как как рука и стоит стоит говорит галактический мастер сказать правду и перестать общаться с человеком или соврать и сохранить отношения и финальный вопрос в чем сила в правде все вправе или можно в пиаре как считать возможно и в том и в том серёга спасибо большое что согласился дать интервью было приятно с тобой побеседовать на разные темы так что надеюсь люди посмотрят оценят поставить лайки прокомментируют ну да да анти лайки не надо надеюсь это ну и до новых встреч до пока пока до встречи в сходе счастливо